Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите мне представить результаты программы расширенного доступа к эпилемумабу, которая проходила во многих странах мира, в том числе и в нашей стране. Хотела сказать, что, конечно, сегодня мы понимаем, что новые поколения моноклональных антител более эффективны, чем эпилемумаб, но этот препарат в любом случае останется и в истории моноонкологии, и в нашей реальной клинической практике, как препарат, который действительно открыл новую страницу, показал впервые вообще за всю историю клинических исследований при метастатической меланоме, показал возможность увеличения общей выживаемости для этих пациентов. Конечно, вот эта планка долгосрочной выживаемости в 20% сегодня поднята уже. Мы знаем о том, что антипедия антитела дает нам уже 40% длительно живущих пациентов, комбинированная иммунотерапия поднимает эту планку до 50% и до 60%. Но, тем не менее, вот на тот момент, по сути дела, никаких возможностей для лечения пациентов, кроме химиотерапии, не существовало, и в том числе и в нашей стране. Возможность участия в этой программе стала очень хорошим и для нас опытом использования препарата, и, конечно, для наших пациентов. Сразу надо сказать, что в программу включалась непростая категория пациентов. Это все были больные с метастатической меланомой, которым уже стандартная химиотерапия в первой линии терапии была проведена. И это, конечно, объясняет такую достаточно тяжелую популяцию пациентов, которая включалась в это исследование. И второй момент – это очень широкие критерии для включения. Здесь допускалось использование препарата и у пациентов с метастатами в головном мозге, и у пациентов с более низким эко-статусом, чем обычно, что обычно является критерием включения в стандартные рандомизированные исследования. По сути, основной критерий исключения – это или аутоиммунные заболевания, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекции, ну и какие-то действительно тяжелые сопутствующие проблемы, которые потенциально могут сказаться и на эффективности, и на продолжительности жизни пациентов. Сразу для нас мы впервые столкнулись с такой очень необычной схемой лечения, которая характерна для эпилемумаба и отличает его и сегодня от всех используемых нами и иммуно-онкологических препаратов, и таргетных препаратов, ну и практически от всех других видов лекарственного лечения. Мы не говорим ни о месяцах, ни о годах лечения, а говорим всего лишь о очень короткой индукционной фазе, которая включает 4 внутривенных введения с интервалом в 3 недели, и по сути весь лечебный процесс занимает 10 недель. Дальше начинается обследование пациентов, контроль за ними, и если мы видим стабилизацию болезни или объективный ответ на лечение, то пациенты больше никакого лечения не получают. Это, конечно, тоже очень важный момент. В нашей стране эта программа проходила в трех лечебных учреждениях. Это был онкологический центр имени Блохина, институт онкологии имени Петрова и городской клинический онкодиспансер Санкт-Петербурга. Поэтому я благодарю всех коллег, которые ответили на призыв собрать все эти данные, вносили их очень активно. И сегодня мы можем посмотреть на результаты. Суммарно, вы видите, 270 пациентов было включено в исследование. И тоже посчитала возможным для справки вот эти цифры привести. Все пациенты наши получили индукционный курс. При этом у 19 пациентов мы также провели и реиндукцию. Это тоже особенность терапии пилимумабом. В том случае, если пациенты или объективный ответ имеют на лечение, или стабилизацию, которая продолжалась более трех месяцев, то мы можем провести им реиндукцию. Сегодня показано, что эффективность реиндукции сопоставима и с индукционной фазой. И суммарно наши пациенты, обратите, пожалуйста, внимание, получили более тысячи введений пилимумаба. В пересчете на современную стоимость препарата, стоимость этой программы в нашей стране, как вы видите, составила почти 1 миллиард рублей. Это, конечно, не клиническая информация, но просто тот факт, что такие деньги были сэкономлены для бюджета, поскольку пациенты получали у нас лечение абсолютно бесплатно, оно, конечно, очень и очень вызывает уважение. И, наверное, это одна единственная сегодня программа расширенного доступа, которая продолжалась в такое длительное время. Это предварительный анализ данных. На сегодняшний день, конечно, основное количество пациентов составляли пациенты с меланомой кожи или меланомой без выявленного первичного очага. Очень немного у нас было пациентов с метастатической меланомой слезистых оболочек, с увиальной формой опухоли. Ну и тот факт, что при промежуточном анализе пациентов с меланомой кожи почти треть пациентов была жива, безусловно, говорит о эффективности терапии. Ну, сразу скажу, что, конечно, для увиальной меланомы сегодня нам уже понятно, что традиционные эффективные технологии, которые мы используем для лечения меланомы кожи, они не столь эффективны. Это особая форма меланомы с низкой иммуногенностью, что объясняет, в общем, значительно меньшую эффективность и анти-Сетилля-4 антител, и анти-ПД антител. Ну и, в общем, мы также показали, что, конечно, общая выживаемость у пациентов с увиальной меланомой значительно хуже, чем у пациентов с метастатической меланомой кожи. И, наверное, это единственная категория пациентов, где, скажем, ну, не рекомендуется использовать эпилемумаб, а нужны явно какие-то новые современные подходы более эффективной терапии. Ну, просто обращу внимание, что категория пациентов была очень такая непростая. Мы видим, что и кок-статус единицы и больше был, больше, чем у половины пациентов. Мы видим, что больше 50% пациентов получали терапию эпилемумабом уже не только во второй, но в третьей и последующих линиях. Мы видим, что большое количество пациентов у нас, половина пациентов имели высокий уровень ЛДГ. Конечно, в общем, понимаем, что это для лечения даже сегодня уже с возможностью доступа и к таргетным препаратам, и к анти-ПД антителам очень непростая категория пациентов для лечения. Тем не менее, объективный ответ был достигнут, зарегистрирован у 13% пациентов, стабилизация у 25%. То есть мы можем говорить, что почти у 40% мы все-таки добивались контроля над заболеванием. А вот частота достижения полного ответа, она, конечно, зависела в том числе и от локализации метастазов. И если говорить о пациентах с М1А стадии, то есть пациенты, имеющие только метастазы в лимфоузлы или мягкие ткани, то здесь уже объективный ответ у 27% пациентов регистрировался. Мы оценили, да, и, так сказать, важно еще обратить внимание на то все-таки, как вот уровень ответа, как он влияет на общую выживаемость пациентов. И мы показали, что наибольшую, так сказать, прибавку в общей выживаемости получают те пациенты, которые достигают полного или частичного ответа, но и пациенты, у которых стабилизация заболевания достигается, также значительно лучше живут, чем пациенты, не ответившие на лечение. И обратите внимание на медиану выживаемости без прогрессирования. Для полного ответа это 50 месяцев, для частичного ответа это больше одного года. Ну, я, наверное, не смогу клинический случай показать, но вот мы проанализировали, в том числе выживаемость в зависимости от известных сегодня факторов прогноза, действительно подтвердили, что и уровень ЛДГ влияет на эффективность лечения, и ЭКОК-статус сказывается на эффективности лечения. Ну, а, например, вот, скажем, возраст – это такая характеристика, которая не влияет прямо на эффективность лечения. В нашей программе самый возрастной пациент был 80 лет, поэтому, в принципе, возраст не должен рассматриваться как критерий исключения от терапии. Ну, и, конечно, тоже попытались такую вероятностную модель ответа на терапию создать, были несколько факторов здесь представлены, указаны. И, в общем, была такая попытка регрессионного анализа проведена. Ну, вот ее, скажем, прогностическая способность, она определяется площадью под этой кривой, и у нас получилось почти 0,8, что, в принципе, говорит о том, что эта модель имеет действительно прогностическое значение. Такая таблица, здесь выделены вот эти основные 4 фактора. И, в общем, ну, понятно, что при отсутствии этих факторов неблагоприятного прогноза вероятность ответить на терапию достигает 60%. Понятно, что если у пациента все факторы имеются, то, конечно, у него уже вероятность ответа очень и очень невысока. Но вот как быть в ситуации, когда у пациента какой-то один фактор или два фактора, вот, в принципе, можно этой тоже так предварительно, этой таблицей можно пользоваться. Ну, и я хочу сказать, что сегодня эпилемумаб остается в нашей практике ежедневной. Он включен и в рекомендации русской, и в рекомендации Ассоциации онкологов России. Вот поэтому этим препаратом можно пользоваться. Да, это не препарат первой линии, мы сегодня это понимаем. Но в том случае, если мы видим прогрессирование болезни на фоне стандартной терапии, то мы можем этот препарат использовать. Ну, не буду просто за неимением времени, не буду рассматривать этот случай. Ну, и еще раз хочу сказать, что, конечно, на тот момент отсутствие вообще возможности каких-то современного лечения для наших пациентов программа в этом плане имела очень-очень важное значение. Она проводилась долго, она дала и нам возможности, и нашим пациентам получить действительно эффективное лечение. Ну, а в конце года мы сделаем еще один срез и, соответственно, получим еще дополнительную информацию. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Галина Юрьевна. Ну, буквально вот один вопрос, если есть. Один вопрос быстрее. Скажите, а с чем вы связываете, что снижается эффективность препарата, если метастазы, большого количества метастазы? Может, система лечит? Ну, да, понятно. Но тоже мы понимаем, что все-таки иммуно-онкологические препараты не являются противоопухолями в истинном понимании этого слова. То есть у препарата нет противоопухоля активности. И ответ мы ожидаем только в том случае, если удастся снять то торможение, которое опухоль оказывает на иммунную систему. Совершенно очевидно, чем больше опухоли, тем больше вот этот вот тормозящий ответ, тормозящее влияние на иммунный ответ и тем меньше эффективность препарата. И сейчас я могу… Кстати, вот этот объем болезни, он не только для иммуно-онкологии, для иммуно-онкологических препаратов показан, он очень серьезно влияет на эффективность таргетной терапии. Казалось бы, такое мощное оружие, которое нам дают таргетные препараты, но при трех и более локализации значительно снижается эффективность и таргетной терапии в том числе. Если дозу увеличить, вы не пробовали? Если дозу увеличить, вы не пробовали? Нет, конечно. В общем, пробовали, конечно, тоже. Так. Все, благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok